Творческий человек найдет возможность реализовать свой талант в любых условиях, даже за колючей проволокой. Николай Гусев – начальник отряда исправительной колонии номер 4 в Кинишме. Здесь в строгом режиме содержатся неоднократно осужденные мужчины. Работа у офицера, скажем честно, нервная и сложная. Тем не менее, Николай Гусев сумел и ее сделать творческой. Так выглядит помещение отряда облегченных условий. Все чисто, ухожено, а главное – креативно. Сейчас завершается ремонт в одном из коридоров. Из него планируют сделать подобие Эрмитажа. Главное у нас эстетическое воспитание. Это помогает осужденному видеть красоту, перевоспитываться и стремиться к хорошему. Николай Гусев – человек удивительный. По среднему образованию он мастер лаковой миниатюры и иконописи. Учился в Палехском художественном училище. Затем получил два высших образования психолога и педагога изобразительного искусства. В поисках стабильности пришел на службу в УФСИН. И вот уже пять лет старается совместить два своих призвания – педагога и художника. Рассказывает, перевоспитывать рецидивистов у него получается. В основном, по ширинаме здесь данные осужденные воспитываются, стремятся. Данный отряд у нас одна из ступеней, которая ведет к условно-досрочному освобождению, переводу на колонию поселения, замене от бытой части и наказание. Здесь они уже стали на облегченные условия. Это первый шаг, который они сделали в сторону исправления. Начальник отряда – это и оперативник, и режимник, и производственник. И за работой осужденных должен следить и за их бытом. Начальник отряда, как говорится, для них отец родной, который и поможет, и выслушает в тот или иной момент. И бывает не просто, что осужденные к нему подходят, а начальник отряда, он сам видит уже по состоянию осужденного. То есть приходит с утра, обращает внимание. Кто-то вялый себя чувствует, как-то не очень хорошо. Обязательно поинтересуется, спросит о состоянии здоровья, пригласит себе в кабинет на индивидуальную беседу. У Николая Гусева отряд образцовый. А все потому, что мужчина уверен – без творческого подхода ни одна работа не сложится. В эти помещения осужденные приходят, как на выставку, полюбоваться. Мы стремимся, чтобы немножечко все было как дома. Поэтому, чтобы трудящиеся приходили, когда с работы, чувствовали себя как дома. От начальника отряда зависит полностью все здесь, в отряде. То есть отношения к осужденному у него хорошие. Создавая лаковые миниатюры и иконы, дома Николай отдыхает душой. Дело ювелирное, скрупулезное, требующее полной отдачи. На данном этапе я раскрываю данную икону в цвете. Здесь сейчас санкирь, так называемый, где лик будет и руки зеленоватого цвета. Создает Николай и красивейшие шкатулки. Идеи черпает из классической русской литературы и сказок. Говорит, творческое хобби – своеобразная арт-терапия. И работать творческому человеку с самой неприглядной стороной человеческой натуры после таких занятий легче и приятнее. С такой душой больше чувствуется настрой осужденного, когда приходит, видишь его какую-то эмоциональную сторону, его, так скажем, ауру. Все ли у него хорошо, можно поинтересоваться, спросить, подойти все ли. Ну и, соответственно, вывести его на разговор. Так что творческая сторона, мне кажется, здесь тоже помогает. 14 июня Николай Гусев и все начальники отрядов колоний страны отметили свой профессиональный праздник – День воспитательной службы. Поздравления от осужденных не ждали, а лучшим подарком было бы, если бы эти мужчины в места заключения больше не возвращались. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова, Кинишма.